здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала давно я вам не показывала своих улиточек вот такие они у меня классные очень большой прирост за это время пока вами и я вам их не показывала посмотрите сколько прибавила улитка в росте вот это все она нарастила с тех пор как я вам ее не показывала это очень хороший результат и кстати быстрый хороший прирост пошел после того как я отдала двух больших улиток и оставила вот этого улетенка та-да-да-дан смотрите как он уже большой очень вырос прям я не знаю за это полторы недели там две или полторы не помню уже сколько прошло после того как спустя до последнее видео он очень увеличился конечно же вот такой вот улетенок правильно брать вот так вот с головы чтобы оторвать запанцев ни в коем случае не тянуть потому что можете повредить и улитку и панцирь вот посмотрите сколько наросло это буквально вот за пару недель вот такой прирост здесь вот видно прям как отметочка была когда было три большие улитки и этот улетенок рос с ними он очень медленно рос и как я их отдала вот так вот он нарастил свой панцирь конечно же я очень этому рада вот сейчас я помыла им контейнер вот такой вот он теперь чистенький контейнер на 20 литров так как положено 10 литров на улитку как раз этот контейнер для двух улиточек поэтому собственно я и отдала двух больших улиток очень хорошие руки а здесь кстати у меня сушатся вот такие вот скорлупки я прежде чем разбить яйцо я его мою сразу чтобы это было как бы удобнее вот потом разбиваю там в яичницу или там в тесто и оставляю вот так вот сушиться скорлупки потом я их просто перемалываю и все здесь у меня мог с фавну вот такой вот с леруа мерлен но если честно мне качество его не нравится раньше мог из леруа мерлен в таких же упаковках был намного лучше если вдруг какие-то по какой-то случайности меня смотрит производитель то пожалуйста верните прежнее качество мха вот раньше он был с зелеными макушками так много не было мусора сейчас мусора очень-очень много какие-то палочки листики вот видите какая-то труха раньше был прям хороший мог зелеными макушками и литочки ели эти зеленые макушки вот такого вида мог я не знаю видят они или нет я не видела вот видите много палок каких-то какого-то муса раньше такого не было сразу покажу качество мха вот кто знает где купить хороший живой мог можете писать мне в комментариях вот желательно в краснодаре потому что заказывать по почте я не хочу вот так что этот мог выйдет в три дорога палки-палки убираем они нам не нужны я положу сейчас побольше мха так чтобы они могли прятаться в нем им было комфортно вот так прям положу вообще в идеально в идеале на должен быть мальчик или кокосовый субстрат вот но я его не лажу вот все я собираюсь шить матика все никак уже сколько у меня улитки столько об этом говорю сошью матика сошью матика но в итоге кроме мха в качестве потерь подстилка меня ничего нет бывает еще опад дубовый вот у нас здесь недалеко дуб растет и бывает я еще собираю им дубовый опад ну вот такая вот я недобросовестная хозяйка вот пока на мох ложилась смотрите насорила тут полностью все обычно я это пространство оставляю вот и у меня кстати ягель закончился мох он очень тоже хороший у кого есть возможность улиточкам где-то взять ягель обязательно берите они его с удовольствием кушают и обычно я положила здесь ягель вот но теперь эту роль выполняет сфагнум но он хуже справляется с задачей чем собственно ягель вот здесь обычно я оставляю зону для кормления сегодня у нас будет банан и помидор не очень обычное такое кормление потому что обычно все показывают это макурчик был там кабачок а вот я вам сейчас покажу бананчик и помидор вот такой сегодня у нас рацион положила еще долечку яблока и сейчас все это посыплю кальцием у меня здесь такая вот кальций смеси здесь дробленные скорлупки куриных яиц и мел просто вот так вот в баночку в обычную из-под детского питания это я все накрошила и вот так каждое кормление я сыплю на еду вот так на бананчик и на яблочко вот так вот я насыпала тут у меня пришел помощник говорит я буду сыпать гомарус чуть-чуть только сынок на гомарус очень любят подожди это что-то не то попало давай чуть-чуть вот так вот так чуть-чуть ложи так вот немножко добавим гомаруса я даю гомарус примерно два раза в неделю по одной штучке и этого достаточно потому что от переизбытка гомаруса могут опухнуть вот это ножка сама улитки и она умрет поэтому не видно вот такой вот красавчик такие усики мне нравилось когда он был маленький они были такие полупрозрачные усики и было очень интересно наблюдать и даже когда он кушал было видно как вот он глотает и по тельцу идет пища сейчас я не знаю будет это видно или нет сейчас кстати посадим их контейнер посмотрим что они выберут первым делом из еды помидорчик бананчик или яблочко вот и посмотрим будет видно как он кушает и как еда проходит по тельцу или нет садила улиточек в контейнер и они тут же поползли к еде маленькой улиточки по моему понравился бананчик про крайне мере по запаху сейчас посмотрим как она его будет кушать а большая улиточка еще выбирает думать что же мне покушать помидорчик яблочко или бананчик сейчас посмотрим к чему она приступит первому вот она уже ползет вот такие интересные у нее усики такой вот тельце и кстати кто хочет себе улиточку сейчас моя сестра вера кулик будет распродавать своих улетят поэтому кто хочет можете перейти по ссылочке я оставлю в описании и уже спросить вера там какая стоимость какой размер улиточек потому что по моему там у нее есть несколько размеров к продаже смотрите улетенок кушает и прям по тельцу видно как проходит пища потому что улиточка маленькая когда он был совсем маленький у него даже усики были такие полупрозрачные когда он кушал прям все все было видно как проходит вот по брюшку уже как бы в ракушечку да и сейчас тоже смотрите бананчик кушает и видно как пища продвигается но уже не так явно когда улетенок был совсем маленький это было конечно видно очень сильно а сейчас улетенок значительно подрос чему я очень рада такой хорошенький уже и надеюсь вырастить из него такого гигантскую улитку еще больше чем вот эта улитка хотя эта улитка очень очень большая вот наверное сантиметров 13 хотя я не мерила улитку я знаю что вера будет продавать и несколько больших улиток поэтому кто хочет может быть сразу приобрести себе большую улитку спешите с верой и она вам ответит остались большие улитки или нет а вот такие вот такого вот размера как мой улитенок и знаю что было несколько штук штук 8 поэтому кто хочет пишите и я думаю что верочка вам отправит смотрите как кушает улитенок ведь и покушал бананчик видно даже укусы да вот где он кушал откусывал банан иго я ест скорлупки куриных яиц перемешанные с мелом кстати когда мел не давала скорлуп точнее ракушки улиточек росли такие знаете немножко деформированные как только я добавила мел в рацион они стали расти более равномерные красивые и ровные поэтому кто не дает мел своим улиткам обязательно давайте еще и мел сепию это панцирь каракатицы сейчас у меня конечно нет в наличии но я обязательно куплю сейчас как только приедем в город сразу схожу в зоомагазин и куплю панцирь каракатицы сепию вот такие вот улитки и еще нужно будет купить мило потому что мой закончился вот в баночке осталось там чуть-чуть и все видите как кушает банан улитенок очень круто такой смешной они не чем-то напоминают верблюдов вот когда верблюд кушает он тоже так как-то губами перебирает чем-то они мне напоминают верблюда что-то большая улитка не хочет кушать радуются чистому контейнеру ползает на улитенок принялся кушать конечно нужно же расти кушай-кушай мой хороший и расти еще больше и красивее на этом я уже буду заканчивать свое видео надеюсь вам было со мной интересно вы узнали для себя что-то новое и всем пока пока до новых встреч пока 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 а